Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли на нашу премьеру. Но перед тем, как мы покажем картину, я по праву режиссёра должен представить съёмочную группу. Мне дважды повезло на этом проекте. Первое, это когда Владимир Меншов предложил мне сценарий «Белый ягин», который мне сразу понравился. И второй раз, когда образовалась хорошая команда, с которой мы поехали на север снимать. И эту команду, я хотел бы часть этой команды сегодня представить. С краю стоит одна из актрис, Надежда Саратетта. Она закончила Московскую консерваторию. В нашей картине она исполняет одну из песен. Рядом с ней стоит Семён Филимонов, который изготавливал реквизит. Рядом с ним стоит Сергей Февролёв. Это художник-остановщик, который всегда находил выход из любой трудной ситуации. Рядом с ним художник по костюмам Ирина Мелакова, Которая терзала меня больше, чем другие. Но я ей за это благодарен. Потому что я слышал в адрес костюмов некоторую критику, мол, слишком она такая парадная. Но я хочу сказать, что мы её сняли с людей, с живых людей. Они нам дали это в аренду, нафиг. И поскольку мы снимали зимой, она выглядит очень свежо, хорошо. А вот если бы мы снимали летом, то она, конечно, была бы затёртой и уже такой бы вид не имела. Поэтому там с этим делом всё в порядке. Никакой подставы не было. И за этим следила Ирина Мелакова. Рядом с ней стоит актриса, которая исполнила роль мать Алёшки, Должин Толкатов. Рядом с ней стоит актёр Нагон Шумаров, исполнивший роль Хасавы. Нагон замечательно исполняет горловое пение. И в конце я попрошу его это сделать, потому что, начиная работу над картиной, я полагал, что у немцев эта культура, значит, наличествует. Однако потом выяснилось, что они горловое пение не применяют. Они просто поют. И у них нет музыкальных инструментов. Рядом с ней стоит актриса, исполнившая роль Немой. Это Арюна Буэнтуева. Она когда начинала, она была очень маленькой. Просто за два года она выросла. И пробы актёрские она прошла удивительно легко, просто с первого раза. И заняла это минут 15. Хотя, в отличие от него, все другие очень долго, много раз приходили на пробу, потому что мы очень тщательно подходили к выбору актёров. Так, рядом с ней стоит ассистент по реквизиту Алексей Сухов. С ним вместе стоит второй режиссёр Ольга Потапова. Это мозг и организатор «Съемочная группа». Наконец, рядом с ней стоит исполнитель главной роли Евгений Сангаджини. Рядом с ним стоит оператор-постановщик Дмитрий Пувшинов. Пувшинов очень такой упорный художник. И, в общем, на него можно положиться. Он никогда не подставит, никогда не придаст. И до конца идёт, если мы что-то намечаем, он так это и делает. Рядом с ним стоит художник по гриму Ольга Мезельцева. Он очень профессионал. С ней рядом стоит один из сценаристов Валерий Бакиров. Другой, слава Минаев, которого здесь нет. Рядом с ним стоит Ксения Горчева, гример, профессионал. Рядом с ней стоит Александр Салтыков. Это гаффер, это бригадир-осветитель. Очень важная фигура в кинопроцессе. Наконец, залыкает эту шерембу наш консультант по всем вопросам. Она же переводила диалоги в нашем фильме на ненецкий язык. Гарина Матарас. Я хочу сказать, без её участия не проходил ни один съёмочный день. И во всём, что мы делали, мы оглядывались на неё, потому что только после того, как она говорила, что это похоже, мы это оставляли. И в этом месте рядом со мной стоит генеральный продюсер нашего проекта Светлана Николаевна Дальская. Которую я благодарен за то, что она доверила мне эту работу и всё это время поддерживала. И, в общем-то, благодаря ей мы попали туда, на Ямалу, куда меня не хотели вместе с группой выпускать. Долгое время. Теперь я хочу несколько слов сказать о этом народе, о кочевниках, о которых этот фильм. В общем, это немногочисленный народ, который проживает на севере. По одной из самых распространённых версий, они туда пришли с Алтая и расселились там. На большой очень территории. Сегодня в России эта территория занимает три национальных автономных округа, которые по площади равны трём Франции. И численность этого коренного народа где-то около 45 тысяч. Это очень интересный народ. Мы не сразу, скажем так, мы постепенно осваивали всё это. И перед нами открылся удивительный мир. Вообще многое удивляет в том, как они живут, какое у них мироощущение. Занимаясь разных источников, вот я набрёл только на один документ, который хочу дословно зачитать вам. Вот как, например, два века назад немцы вели войны, допустим, с соседями своими. Перед тем, как начинать войну, они отправляли противнику оленя, на боку которого рисовали лучника, стреляющего из лука. После этого противник начинал подготовку к войне. Встречались представители, они вырабатывали условия ведения войны. И вот семь пунктов этих условий я хочу вам зачитать, чтобы вы почувствовали, ну скажем, какую-то особенность этого момента.